Субтитры создавал DimaTorzok Доля, смотрите это видео. Это история о том, как парень боролся за свою любимую с её отцом. Написал пьесу Шевченко в 1843 году. События происходят в XVII веке на Украине возле города Чигирин. Эту пьесу я читал на украинском языке, поэтому и пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, включайте субтитры. Я сделал перевод на русский. Итак, вечер на передней Різдва. Большая комната в доме сотника Хоми Кичатого. Молодая ключница Стеха накрывает на стул, потому что в вечере должны прийти гости. А кто прийти? – спросит дочка Хоми Галя. Старости к тебе прийдут. Радостно Галя думает, что они от её любимого Назара, а хитра Стеха не говорит от кого. Галя слышит, как отец идет в дом и текает. Ключница говорит хозяину, что не хочет Галя идти за того старого полковника, а за Назара хочет. А мне какая разница, чего она хочет. Как я решу, так и будет. А твоя работа – умовить её. А если умовишь, я с тобой сочетаюсь. – Уберите? – Ей-богу, сочетаюсь. Хома сказал, что нужно так дело сделать, чтобы Галя не знала, от кого прийдут старости. Стеха попросилась после старостей пойти на вечерку. Хома позволил. Когда он остался сам, подумал, что никогда он не сочетается с Крепачкой. Он же не дурень. Вошла Галя. Батько сказал, чтобы она вечером, не дай Боже, гарбуза не вынесла старостам. Галя обещала этого не делать, потому что была уверена, что старости прийдут от Назара. Батько отметил, что старые мужчины – лучшие за молодых, в которых ещё ничего нет, кроме молодости. Та и любить с временем может. – Назар не такой, – сказала Галя и пошла в дела. Хома думает, что Галя такая дурненькая, что и не понимает, от кого старости. Винесе им рушников, а потом уже легко будет дотиснуть. Главное, чтобы тот Назар где-то на очи не появился. Забегла Галя. Сказала, что приехали старости. Батько Галю выгнал из комнаты и принял святов, согласно с обычаем. Потом откликал доньку. Галя вышла с рушниками и отдала его святам. Сели за стол вечеряти. Аж раптом за окном почулись колядники. Входит Назар с друзьями-козаками. Видит старостей. – Ну, проходите, сидите, – каже Хома. – А что стоит? Ты же вчера Хома обещал Галю мне отдать. Уже забыл, как я тебе жизнь врятовал, когда тебя Гайдамака хотел убить. Ты же меня своим сыном называл. – А это что не ты? – прислал старостей. – перелякано спрашивает Галя. – Он от полковника из Чигирина, – ответил отец. – Галю, ты знала про это? – спросит Назар. – Конечно же нет. Хома сказал, что это не имеет значения. Он – отец Галя, и она сделает так, как он хочет. Назар готов прямо здесь убить брехуна Хома. Друг Назара Гнат говорит, что нужно идти отсюда. Они познакомились. Тогда Назар просит извинения у Хома, падает перед ним на колено. Галя тоже упала на колено перед отец. – Тату, вы же матери, когда она умерла, обещали выдать меня за Назара. Что же вы делаете? – Хома молчает. – Хорошо. Я еще не прощаюсь, – каже Назар. – А вы, старости, покажите полковнику, все еще тут видели. Галю, я за тобой еще вернусь. Назар поцеловал кохану и пошел геть с хлопцами. Подеи другого акта происходятся в хате жены Катерины, куда хлопцы и девчата приходят на вечерки. Хозяйка ждет гостей. Размеркивает, что сотник Хома геть с дурёв. То он хочет с молодой стехой зайти, которая постоянно с козаками час проводит, то доньку свою за старого полковника отдать. Заходят Назар и Гнат. Гнат попросил хозяйку выйти, чтобы он мог с Назаром на однице поговорить. Хозяйка пошла. – Чего поводишься как баба? – спросил Гнат. – Ты козак или нет? – Думай, как ситуацию решить, а не ней. Назар говорит, что пойдет в Чигирин и убьет полковника. – Всё с тобой понятно. Голова геть не работает. – Треба тихенько Галю выкрасти. И всё. Назар зацікавился. – Галя вечером до тебя выходила? – Да. Разом с ключницей с техой. – Гроши имеешь? – Два червонки. – Это хорошо. – Скоро она сюда прийдет. Ты с ней договорился, чтобы она Галю вывела. Дай ей гроши. Ну а дальше всё просто. В комнату входят хозяйка, а потом и стеха. Тогда Гнат с хозяйкой выходят, чтобы оставить вместе Назара и ключницей. – У меня до тебя есть прохание, – каже Назар. – Что бы выкликала Галю, когда хомас заснет? – Так. Требай червонец, потом ещё дам. Стеха согласились. В комнату повернулись Гнат с хозяйкой. Тут же пришли другие парни и девчата. Загорала музыка. Вечерка началась. Гнат договорился с Назаром, что ждет его с кинями около старой корчмы. Хлопцы всем говорят, что им нужно ехать в Чигирин. Поэтому прощаются и идут. Гнат поцеловал Стеху так, чтобы все видели. Те, кто остался на вечерке, откликали кобзаря, попросили его рассказать какую-то страшную сказку. Той рассказал, что где-то на Угорщине, в Печере, уже сто тысяч лет сидит турецкая царица, которая не молодая и не старая. И она весь час ест детей. Потому что когда она была вагетной, ей пророкировали, что родит она девчонку, лучше за ней. И оттуда она есть детей. Стеха сказала, что если бы она встретила эту царицу, то задушила бы ее. Все засмеялись, потому что считали ее грусткой. «Та я хоть сейчас могу пойти к старой корчмы, если не верите мне». С ней уклали пари, что она сейчас сходит к корчмы и что-то здесь принесет, как доказание. Стеха вдохнулась и пошла. А вечерка в доме продолжилась. События третьего акта происходят в старой корчме. Вона занесена снегом. Подходит Стеха, сгодом Назар с Галой. «Конни уже тут?» – спросит Назар. «Ще нет». «Сходи, посмотри», – каже ей Назар. Стеха отломает шмоток кахлю от печки, чтобы довести, что она была в корчме и идет. Галя говорит Назару, что плохо сделал, когда втекла от отца. «Он меня прокляне, а я все равно буду за него молитись. Он же – отец». Молодые говорят один одному про любовь, обнимаются, целуются, плануют будущего жизни. «Что-то я чувствую, что беда будет», – каже Галя. – «Давай повернемся. Он нас простит». «Галя, нет. Мы уже это проходили». Галя рассказала, что в этой корчме много разного лиха было, людей убивали. И тут сейчас живут их приводы. Тем временем до корчмы подошла Стеха и Хома со своими хлопцами. Назар взял шаблю. Хома наказал хлопцам схопить Назара и бить его. Те не подходят. Тогда сам Хома взял к рукам шаблю и начал бить с Назаром. Галя сразу бросилась между ними. Хлопцы сзади схопили Назара. Галя просит отца не убивать его, обещает выйти замуж за полковника. А потом Галя непритомнила. Хома каже, что не нужно убивать Назара. Достаточно скрутить ему ноги и руки и оставить в лесу на съедание вовкам. Галю взяли на руки и понесли. Стеха лащится до Хомы, напоминает, кому он должен дякать. Но у Назара есть друг. Гнат сам схопил Хому. В этот час Галя пришла к теме и побегла к своему Назару. – Ну что, жаба, отдаешь Галю за Назара? – спросит Гнат. – Нет. – Ну тогда умирай. И уже готов был его убить. – А ты знаешь, что бывает, когда козак убивает козака? – спросит Хома. – Его живцем ховывают с тем, кого он убил. – Конечно, знаю, падло, – ответит Гнат. – И готов к этому. Галя уже освободила Назара. Той и каже другу – не убивать, не брать грех на душу. – Нехай живи себе. – Тогда Хома падает на колено перед Назаром и просит убить его. Только не побачать. – Бери Галю, бери все мое мясо. Боже, вас благослови. – Конечно же, его побачают. Никто никого не убивает. – Вот такая история, друзья. Субтитры сейчас. Уважаемыйниор. Понираете неовременно? Продолжение следует...